Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в третьего ведьмака, и на нас уже вот так вот напал волк сразу. Ну это было не страшно даже как-то. Так, собачье сало мы забрали. Ой, не надо, не залазь на дерево. Давайте пойдем посмотрим, там вот какая-то неизвестная локация, да, и тоже какие-то, наверное, волки. Да, мы же обычный мир достали, стальной, да. Слушайте, может медведь, может быть медведь шестого уровня не такой страшный был, как я его представлял. Так, как нам забраться вот туда наверх? О, смотрите. Хммм, вот это вот интересно. Я уже хочу забраться туда наверх и разобраться с этими бандитами. А то, понимаете ли, они посмели по мне стрелять. Это никуда не годится. Так, я могу здесь как-то? О, смотрите, я забрался. Так, хорошо. Пол дела сделано. Осталось разобраться с ними. Дезертиры. Так, а он сам меч берет, да, который ему нужен? Убить! Обобрать! Остальное закопать! Так, а ну-ка, пошли. Врываемся. О! Нет, не падай, не надо, не надо. Погоди. Вот этот товарищ с топором мне не нравится. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Давайте мы попробуем. О, а чё я его как-то не поджег, вроде. Да чё, чё я не понял. 13 урона. Негусто. Ладно. Добиваем. Вожак. Это был, да? Травки мы собрали. Кожаные ремешки. Серьёзно? То есть всё, что у него можно взять, это кожаные ремешки. Маленькая дубина. Оружие, обычный предмет. Ну, дубину можно, если что, разобрать будет. Ну, как-то слабенько на самом деле. Ржавый какой-то там меч. Тоже можно взять, будет попробовать, посмотреть, что оно такое. Так. Монетка. Записку мы подобрали, да? Надо будет тоже посмотреть. Так, нет, подожди, читать. Так, 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 так. Надо, кстати, да, я много хп потерял. Чертёж. Стальной меч школы змеи. Протокол допроса. Это хорошо, это интересненько. Древности снаряжения школы змеи. Так. Что мы ещё здесь можем взять? Вроде больше ничего нету, да? Вроде ничего нету. Но... Надо покушать. Хотя бы немного, но надо... Поесть чего-нибудь. Так. Хорошо. Хорошо. С бандитами мы разобрались. С дезертирами, понимаете ли. Сейчас мы ещё травку немножко пособираем. И пойдём... Поможем, наверное, да? Вот этому... Бедолаге, который брат своего потерял на войне. Который тоже, на самом деле, мог стать дезертиром. Потенциальным. Так, как мне слезть отсюда? Может, как-то можно здесь вот верёвочку? Как раз специально для верёвочки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Поел называется. Блин. Ладно. Едим и пьём. Хорошенечко. А пока мы едим и пьём, добавим... А, яблочки положились. Хорошо. Сюда всё. Всё-всё-всё. Может, пока. Отставить. Так. Хорошо. Давайте позовём... Нашу лошадку. Плотва. Плотва. Блин. Я поражаюсь с этого имени. Блин. Немного мы себе хп восстановили. Знаете ли. Так. Сколько у нас? 142 монетки. Копейками просто собираем эти денюжки. Дубину мы не можем, да? А необходим уровень 2. Мы можем дубину использовать. Просто нужен второй уровень для того, чтобы... с дубиной мы могли обращаться. Так. Вещи для заданий. Протокол допроса. Обвиняется в похищении Витька, сына Павла. К нему применена мера предварительного ареста. В ходе обыска у него найден чертёж стального меча. Предполагается, что он мог использовать 7 меч для устрашения, а возможно и убийство похищенного мальчика. Допускается, что обвиняемый может располагать иными подобного типа чертежами, необходимым для создания смертоносных предметов. Однако же, таковых при нём до сих пор не найдено. По желанию баронета какого-то там, ведьмак будет подвергнут допросу с пристрастием. Допрос с применением пыток будет проведён тотчас же, после прибытия опытного палача. Приписка. В пропаже мальчика оказались виновны утопцы. Следует отметить, что на он их чудовищ и охотился арестованный ведьмак. К сожалению, прежде чем сие стало известно, Кольгрим был уже мёртв. Вместо судебного процесса ведьмак выбрал испытание поединком, а баронет Верьен на это согласился и велел ведьмаку очистить от призраков родовой склеп. Кольгрим же с заданием не справился и более никогда из подземелья не вышел. Отсюда допускается с большим правдоподобием, что он и ведьмак был убит не чистой силой, духами, а возможно и призраками, которые избрали это место своим логовом. Ммм, интересно. Интересно. Так, что-то я хотел. Флороны. Флороны. Так, у нас две разные валюты. Можно обменять на кроны в банке. Интересно. Так, сердитые заметки. И за каким дьяволом должен я идти на смерть? Ради Тимерии? Пока погиб за неё, папка погиб за неё, три брата погибли и что? Даже приличных похорон не заслужили. Папка всегда говорил, что мудрец учится на чужих ошибках. Так вот, я учусь на его ошибках, вместо того, чтобы подыхать за Тимерию. Буду лучше грабить тех, кто убивал наших. Мы встали лагерем в одном месте посреди леса. В отличном месте. Блистарая мельница. Теперь вот готовимся к первому дельцу. Так, на эскейп плохо. Ведьмачьи древности. Снаряжение школы змеи. Так, давайте посмотрим, посмотрим. Сохранимся теперь, да? И посмотрим по карте, куда нам... Где место... Вот, место битвы, да, у нас. Но по дороге мы ещё вот сюда заглянем. Давайте поскачем потихонечку. Почему-то... Ну, всё, всё, всё. Автоматическое это быстрое перемещение. Не быстрое перемещение, автоматическое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я всё поесть решил. Нам предполагает... Предпредел... Да что, боже мой. Предлагает ехать другой дорогой. Охотничьи перчатки. Слушайте, давайте глянем. 12 монеток мы нашли. Перчатки. О, пойдёт. Перчаточки обновили себе. Хорошо. Так, там вот уже вижу три дезертира. Ну, с дезертирами у нас всё просто, да? Дезертиры особой опасности не представляют. Ладно. А ну-ка. Ух. Опасности особой не представляют, да? А смотрите, как хорошо он горит-то. Ух. Как я. Пойдёт. Так. Ну, блин, всё равно мы много еды тратим на каждую битву. А получаем что-то вроде как-то... Не особо много. Как кажется, во всяком случае. Шкура. Трубка. И у нас инвентарь-то ограничен. Всё же, мне кажется, да? Может быть, нам не стоит прям вот так вот... Всё. Собирать. Так. Тут можно где-то травку... О, вижу. Какую-то подобрать. Плотва. Так и хочется её какой-нибудь селёдкой назвать всё время. Давайте поедим, наверное, яблочко. О, дятел. Прикольно. Вон, мельница, кстати, какая-то. Может, нам про неё говорили в записочке. Так, там, по-моему, было ещё одно какое-то... Ой, не туда. На «Р» я хотел нажать. Было, по-моему, ещё одно какое-то место. Вот это, да? Неизвестное место. Где-то там посреди леса. Ну, блин, я тут даже не знаю. А, может, мы как раз сюда и пойдём? Или здесь битва была? Где-то была тут битва. Непонятно где. Может быть, кстати, я бы ещё в этот дом бы зашёл. Да, вроде места никакого нет. А дом, вроде как, не маленький. И, может быть, что там что-то было бы интересное. Так, ладно, давайте заглянем, посмотрим, что там. Хотя бы так. Издалека. Издалека посмотрим. Что там? Видно что-то? Видно, немало вот этих, да? Противных тварей немало. Но, в принципе, мы можем пойти попробовать с ними разобраться. Давайте. Да, блин. Опять я не эту клавишу нажимаю. Квен. Квен будем использовать. Всё. Блин, они так кучей ходят. Гуль. Уходи, уходи, уходи. Хорошо. Ну, куда ты побежал? Возвращайся. Гадский гуль. Нет? Не хочешь? А, это логово, да, здесь? Ммм. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, попади ты уже по кому-нибудь. Так, хорошо, вы вернулись. Они тут как хп восстанавливаются, да? Походу. В логове у себя. Но и в то же время они как-то оттыкают и вроде ничего не делают. Так, на всякий случай. Активируем. Билочку. Так. Я надеюсь, они появляться тут не будут постоянно. Что мы с логово? Надо его уничтожить. Можно бомбами, картечь или танцующая звезда. Чтобы... Подойдите к нему и нажмите пробел. Нужны бомбы. Вот такие пироги. А бомбы мы скрафтить себе не можем, да? Насколько я понимаю сейчас. Бомбы, пустая ячейка. Задание. Ремесло мы все равно можем пользоваться только через этого, да? Насколько я понимаю. Ну, кстати, мы себе сможем вот бронечку такую сделать скоро уже. Уже вот-вот буквально еще пару таких штук набрать и одну. Один холст. Так. Слиток. Можем выплывить. Ладно, пока нам слиток не надо. Шелк. Холст. Ага, ясно. Черенок. Тоже непонятно, пока надо или не надо. Вот, кстати, мечики такие. Нам изумрудную пыли мы сможем себе вот такой мечару сделать. Очень не слабый. Или тут вот еще один железный слиточек. Тоже урон повысится. Второй уровень нам надо. Ладно, значит, не важно. Давайте сначала посмотрим, где бомбы. Тут у нас где-то бомбы были. Стоп. А, бомбы как раз были в алхимии, наверное, да? Нужно подходящие ингредиенты. Создание предметов. Типы предметов. Выбор рецепта. Бомбы. Не хватает ингредиентов нам на бомбы. Да, вот. Понятно. Ладно. Будем искать. Будем искать. Пока что давайте, что яблочко съедим все-таки. Вот мы, собственно, пришли. К месту, где мы должны встретиться. Да, вот. И вот это вот поле битвы. Угу. Ну что, пошли. Хорошо, что ты пришел. Пока светло. Бастин. Его тело должно быть где-то здесь. Точно так же, как тело сотен других. Ты что, собираешься осматривать все трупы подряд? Времени это займет прилично. Успокойся. Все ребята, которых призвали из Белого Сада, нарисовали у себя на щитах маленький цветочек, чтобы в битве видеть друг друга издалека. Их было немного. Так что по этому знаку мы быстро найдем весь отряд. Не обижайся, но случается, что в битве солдаты бросают щиты, особенно когда проигрывают. Одного щита тоже хватит. Тогда гусар учует след и поведет нас. Ну, пойдем. Чем быстрее с этим разберемся, тем лучше. Это я согласен. Области карты. Выполняя некоторые здания, вы будете знать только примерное расположение цели. Отправляйтесь в отмеченную область. Давайте мы сохранимся еще на отдельное сохранение. И пойдем потихонечку. Но я еще одно яблочко съем. Согласен. Пошли. За мной бежит, я надеюсь. Война только началась. О, да. Как я и думал, мы здесь можем хорошенько поживиться. Праха набрать. Нужен ли нам прах? Вот это вопрос. Какой топор? Бутылка воды. Ведьмачье чутье. Важные предметы, бросающиеся в глаза. Слушайте, тут все бросается в глаза. Ну, вот щит. Красные предметы, они у нас как важные, да? Идут типа. Следы. Это он? Нет. Не похожий. Так. Сейчас. Погодите. Ну так что, гусар? Чего ты с хозяина? Эх. По-прежнему ничего. Блин, ну что, я лошадь не могу с нее забрать, ничего. Вроде, вроде светятся. Лошадка, конечно, жалко. Там вон трупы. Куда ни глянь, везде тут горы трупов. Ну, перепрыгнем. А, когда чутье, он не прыгает, я понял. Вот этот вот сундук, мне кажется, хороший. Слиток стали, да. И рубашка. Ну, тоже пойдет. Да я не хочу с тобой трепать языком. Я хочу вот. Осмотреть тела. Мертвые. Так, что там? Там вон ребята висящие тоже как-то подсвечивались. Эй, ты куда идешь? Сейчас, погоди. Задание дополнено. Пропавшие безы. Я не могу, да, их? Полутать. Ты что, хотел, чтобы меня сожрали гули? Да они... Хватит носиться, как кот за клубком. Ох, кожа вся сожжена. Я знаю, что сложно сказать, но... Может, это он? Я... Бастин был здоровый парень. Широкий в плечах, а этот вроде поменьше. Но может, это из-за огня? Так. Хорошо. Давайте, пойдем. Он его учуял. Кусар, учуял Бастина. Вперед! Так, так, так. Тихонечко. Ух, как меня. Красивенько, да, так? Ммм. Надо бы... Я сохранился перед... Перед битвой? Надо привыкать опять. Ф5 постоянно нажимать. А, да, сохранился. Пойдет. Пойдет. Учуял Бастина ЗМ защиту. И... Погнали. Так, стоп-стоп-стоп. А, или они трупы там поедают? Типа, и так себе хп восстанавливают. Тихонько. Не трогай моего друга. Ну что, паскуда? Так. Хорошо. Сейчас, погоди, погоди. Тут где-то трупоеды эти были. Надо тоже полутать. Всем пошли. К песику. Блин, сколько тут, а? Просто иди вот так вот клацай и все собирай, да? Это у каждого тут можно что-то собрать. Но, к сожалению, это не их вещи. То есть, было бы классно, как вот в Скайриме, да? Увидел кого-то, убил его и забрал полностью все его вещи. А, ну вот домик, да? Мы как раз хотели в этот дом зайти. Это еще ничего. Поручик сказал нам ходить в сортир по команде. Нас из баллиста обстреливают. А вон все. Солдат с полным желудком в битву идти не может. Будете сидеть, пока не высидите. Представляешь, болван. Хе-хе-хе-хе, прекрати. Ребра у меня болят, когда смеюсь. Надо наложить давящую повязку, но это позже. После того, как ты объяснишь, что здесь происходит. Бастиан, он... Он тебя взял в плен, этот нельфгардец? Нет. Он мне жизнь спас. Меня ранили в бок, потом по башке ударили так, что у меня зрение отшибло. Росон наткнулся на меня, когда полз через поле. Он лодыжку вывихнул. Вот так слепой вел Хромова, пока мы не нашли эту хату. Заберу тебя домой. Надо заняться твоими ранами. Я Росона не брошу. Один он тут пропадет. А к своим уйти он не может. Он же дезертир. Его тут же вздернут. А если... А если его у нас найдут, тогда повесит всех вместе с моей лисье. И речи быть не может. Черный останется здесь. Хм... Если бы не Черный, Бастиана бы уже не было. Если бы не этот Черный, Бастин бы уже умер. Так может ты ему покажешь, что Нордлинги не дикари, какими нас считают в Нильфгарде? Ну, дам я ему отцовскую одежду. Обучу работать в поле. Только вот акцент. Ну да ладно. Будь что будет. Возьму и его. Спасибо, ведьмак. Вот твоя награда. И да хранят тебя боги. Так, хорошо. Получено 25 очков опыта. Слушайте, а мы... Когда убиваем зверюк разных диких, мы разве опыт не получаем с них? Блин, это так обидно, если... Если это так. Так, да я понял, как лошадь подозвать уже. Хватит мне может рассказывать. Окей, пошли. Вернемся на поле битвы. Пожалуй. И может быть еще посмотрим как раз. Обратим внимание. Давайте сейчас посмотрим. Где-то видно, по идее, да? Должно быть где-то... Сколько у меня опыта. Умение... Умение уровень... Вот опыт мой. 916. 916 опыта. Может еще увидим тут парочку трупоедов, да? Да попробуем с ними разобраться. Да и как минимум та же... Та же вода. Уже неплохо. Ой, вижу. Вижу. Трупоедики. Окей, 916. Да, опыта было? Окей, поехали. Давай. Вон там. Вон там место силы, да? Тихо-тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тише-тише-тише. Тихо-тихо. Да блин, не могу. Не успеваю активировать они. Во, все, активировал. Яблочко кушай, кушай, кушай. Вкусное, сочное яблочко. Ой-ой-ой. Все, да? Как меня хряпнули знатно. А я еще не сохранился, блин, перед ними. Точно. Все время забываю. Все время забываю. Так. Нильфгарца спросить. О, это нам куда? Так, можно, кстати, табом. Вот сюда. Все, хорошо. Ничего интересного. Пам-пам-пам-пам-пам. Давайте пойдем вон к ним. Опять же. А-а-а! О-о-о! 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 О-о! О-о-о! Так, хорошо Вот, пойдет Совсем другое дело Так, и теперь я хотел посмотреть 928 Какие-то копеечки опыта с них, но идут Это уже хорошо Это уже меня радует А что они делают? Зажмите, чтобы зачерпнуть силу Развитие персонажа Вы заработали очко умений Гнездо голей Надо его уничтожить Обязательно уничтожим Только бомбы где-то надыбать Так Топоров я насобирал Просто невероятное количество Ну и воды немного, вода тоже очень А, вот, знак силы Нам дал Бонус к Знаку Квен, да А можно как-то посмотреть где-то По какой-то статистике Что ли Или как-то Характеристики Сейчас Поищем Так Развитие персонажа Уровни Получив определенное число Очков опыта Герой получает следующий уровень Очки опыта Начисляются за убийство Чудовища В выполнении заданий С каждым новым уровнем Вы получаете Очки умений Их можно Расходовать на Приобретение новых умений Или на улучшение Имеющихся Развитие персонажа Цвет умения Указывает на ветвь На ветвь Которой оно Относится Развитие Выберите Которое хотите Развитие Щелкните Правой клавишей По нему, да Так Доступные очки умений Одно Так 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 Быстрая атака Увеличивает урон От быстрых атак На 5% Прирост очков Адреналина Плюс 1 Знак Мне кажется Что квен Как раз Квен разбивается То отбрасывает Врагов Восстановление энергии В бою Плюс 0,5 Так Квен Наверное Самый полезный знак Алхимия Создание Бомб Время действия При прицеливании Ага Тоже интересно На самом деле А что тут у нас Солнце и звезды Днем Вне боя Здоровье Здоровье Восстанавливается На 10 очков В секунду Быстрее Ночью В бою Энергия Восстанавливается На 1 Очко Тоже быстрее Максимальный уровень Здоровье На 500 Так Орлиный глаз Управление Гневом Слишком низок Накладывает За счет Очков Адреналина Тоже интересно На самом деле Выработка Так Адреналина Увеличивает Как урон Насимый Вашим оружием Так и силу Знаков Тоже интересно Интоксикация Так Восстанавливается На 10 очков В секунду Быстрее Мне кажется Вот это вот Надо бы взять Ночью Энергия Восстанавливается Быстрее Ночью В бою А днем Вне боя Дополнительная Регенерация Мне кажется То что нужно Купить навык Да Так Чтобы умение Подействовало Активируйте его Поместив В доступную Ячейку Умений Развитие персонажа Мышки Перетащите Новое Умение В доступную Ячейку Вот так В любой момент Можно отключить Одно Умение И активировать Вместо него Другое Так Хорошо Это уже Интересненько И приятненько Мы теперь Быстрее Будем здоровье Восстанавливать И меньше придется Еды Тратить Вполне Возможно Так Алхимия Задания Умения Медитация Блин А как Посмотреть Посмотреть Хлама Мы набрали Много Слушайте Это я больше не могу Да Больше этого количества Предметов взять Наверное Или могу А могу Наверное Там будет расширяться Так же Я предполагаю Семнадцать Топоров Вау Вау Так Что там у нас По весу Вес Сорок Из шестидесяти Ясно Можно еще Побегать Пособирать Всякий хлам А потом В лошадку Можно все это Будет выгрузить Вот еще интересно Лошадка у нас Бессмертная Или как Надо бы Бомбу Таки Пойти Сделать Где-то Купить Торговца У нас Есть В принципе Парочка Торговцев Да У которых Мы Можем Что-то Прикупить Полезное Для создания Бомб Ржавый Меч Ржавый Еще Один Меч Так Мне кто-то В первой серии Писал Что надо бы Подобрать Какой-то Амулетик Этот Череп Вороний Где-то Мы его Не подобрали Или что В начале Там был ролик Про Вороний Череп Вот это Да Хотя Я представляю Что бы Было Если бы Лутались Они полностью Я бы тут Просто Обалдел Я сидел И часами Выгружал Отсюда Все Полностью Все Что было У этих Ребят Так Что-то я собираю Даже не смотрю Что я собираю Ну что Сейчас Забьем Инвентарь Потом Будем Все Выкидывать Все Нормально Все Все Как Обычно Все Как Во всех Играх Мы Делаем Ну Попор Реально Можно Будет Выбрасывать Главное Чтобы Нас Сейчас Никто О Перегрузка Такой Вес Тяжел Даже Для Геральда Если Вы Наберете Слишком Много Добычи То Не Сможете Брать И Ускоряться Бегать И Ускоряться А на Экране Появится Значок Перегрузки В окне Рюкзака Можно Посмотреть Общий Вес Избавиться От Ненужных Предметов Выбросите Продайте Или Попросите Ремесленника Разобрать На Составляющей Часть Чтобы Брать Больше Улучшить Сидельные Сидельные Сумки Так Получается Получается В сумке Они у нас Скажем так Виртуальные Нам не нужно Напрямую Выгружать В Нашу Лошадку Все эти вещи Мы их Ну якобы Так Сразу Автоматом Туда Хоп Хоп И Повыкладывали Так Что-то Этот Не лутается Товарищ Да Здесь Конечно Я могу Застрять Очень Надолго Давайте Вот этих Двух Полутаем И Все Будем Уходить Как минимум Воду Я хотел бы С них Всю Пособирать Топоры Сейчас Если что Повыбрасываем Или Реально К Торговцу Придем Разберем Там Все Вон Сундук Еще Сундук Надо тоже Открыть По-любому И В город Сейчас Пойдем Медленно Но уверенно Пойдем В город Если что Мы сюда Еще Можем Вернуться Я думаю Надо Сейчас Карту Открыть Посмотреть Рецепт Альбедо Магический Предмет Какой-то Хорошо И немного Деньжат Так Давайте Посмотрим По карте Ага Вот Распутье Нам Кстати По поводу Быстрого Перемещения Ничего Не Говорили Давайте Мы Сейчас Во Наш верный Конь По имени Платва Да А вот он Может ускоряться Смотрите Очень удобно Можно набрать Всякого Хлама Не торопись Целую гору Так Давайте Посмотрим Куда мы Куда мы Куда мы Нам Бы Лагерь Бандитов Сожженная Деревня Так Ага 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 Покинутая Деревня Мне Получается Вот сюда Давайте Давайте Мы Действительно Таки Попробуем Быстрое Перемещение Попробовать Так Что это я сделал Только что Я Даже не знаю Что это Только что Сделано Кью Нажал И У платвы Что-то Помутнение Какое Произошло Может я щит На платву Наложу Или как Так Быстрый Переход Я Хочу Вот сюда Да Тут Кузнец И где-то Рядышком Тут еще Был Относительно Рядышком Был Травник Да Быстрое Перемещение Следы И улики На миникарте Можно Выбрать Так И вот У нас Еще Вот этот Торговец Есть Кстати Можно Что-то Продать Часть Каких-то Вещей А можно Блин Все Разобрать Приветствую Ладно Давайте Посмотрим Может у него есть Селитра Чтобы Логово Чудовищ Убивать Нет у него Селитра Вода Спирт Может мы Селитру Как-то Можем Делать Нет А хотя Подожди Давайте К кузнецу Все-таки Мы пойдем Береги себя Плотва А Плотва Я понял Она Или нет Я просто Подумал Что Лошадка Моя Автоматом Пошла К этому К Возле Таверны Стоила Так Котелок Какой-то Берег Плотва Кто-то Что-то Варит Варит Нильбгарской Страны МГР Император Надела Он как слез Как он слез Классно Так Приветствую Старого клиента Чего тебе Ну Покажи 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 Что у тебя есть На продаже Товары Пожалуйста Воск Серебро Пыль Пыль Кстати Изумрудная Пыль Нам была Нужна Да Ух И цены На изумрудную Пыль Но мы Можем Доспех Серьезный Сделать Седло Сумки А есть У нас У нас По-моему Только Седло А сумок У нас Кстати Нету Вроде Да Давайте Мы Прикупим У нас Денег Не хватает Так 8 монеток Да Такой Мечик Стоит Дубина 7 Ну Что ж Давайте Продавать Ну Мы Набрали Вот этих Много Мечей Чударом Набрали Что ли Да Сейчас Попродаем И купим Себе Сумки Старые Кстати Наши Эти Тоже Можно Да Продавать Рубашка Рубашка Похуже Чем Наша Будет Нам Вроде А Кстати Может Рубашку Мы Можем Разобрать Ой Блин Покупать Наверное Оу Покупать Наверное В разы Дороже 98 Монет Наверное Перчатки Тоже Примерно Столько Ж Стоили Да Выкупа Такого Нету Прям Как Хотелось бы Ладно Сумки Берем И Мне нужен Был Один Холст Но На холст У нас Денег Уже Нету Ясно Хорошо Давайте Теперь Посмотрим Починить Убрать Улучшения Разобрать Да Метчики Мы тоже Можем Разбирать Между прочим Получать Слиточки Из них Очень Удобно Обрезки Слиток Стали Так Четыре Монетки Да Стоит Разбор Дешево И Сердито Железный Слиток Денег Нет Ясно Тогда Что мы можем И что мы из этого Получаем Слитки Стали Получаем Опять же Из этих Топоров Но Блин Мне кажется Что Прям Столько Мне их Не нужно Давайте Мы Частично Продадим Их А Он не покупает Блин Не покупает Ну ладно Да Блин Что-то Плохо Как-то Эскейпом Нажимается Хорошо Будь здоров Бывай Ничего Скоро Мы сможем Себя Скрафтить Каких-то Ништяков Ладно Ребята На этом Мы пока что Серию Закончим Мы неплохо Так Помародерствовали Помародерствовали Блин А и сумки Купили Да Которые Надо Наверное Как-то Одеть Сейчас На лошадку Да Да Вот Теперь Да В меня Влазят Не 60 А 90 Угу Вот Хорошо Трофей Можно Кстати На лошадь Да Трофей Такой Повесить Интересно Будет Так Окей Хорошо Да На этом мы С вами Прервемся И Продолжим Уже Следующая Серия А пока что Всем спасибо За просмотр И пока Продолжение следует